В инспекции Министерства по налогам и сборам продолжается кампания по приему декларации о доходах, полученных в 2017 году. О том, кому необходимо подать декларацию до 1 марта, в нашем следующем материале. Граждане Республики Беларусь, получающие доход из нескольких источников, а также иностранцы, которые находились на территории нашей страны, более 183 дней в году, обязаны подать декларацию о доходах. Если вы получаете доходы от продажи в течение пяти лет второго и более объекта какого-то недвижимого имущества, будь то квартира, жилой дом, гараж, земельный участок, либо же в течение календарного года грузового автомобиля, автобуса, второго легкового транспортного средства, обязательно нужно обратиться в налоговую инспекцию. Подать декларацию должны и те, кто получал доходы от продажи нежилого помещения, торгового, офисного или административного здания. Предоставить данные должны и те, кто получал доходы за границей или из-за границы. Например, тот, кто получал зарплату в иностранной фирме или проценты по вкладу в зарубежном банке. И те, кто играет в онлайн-игры и получает выигрыши из-за рубежа и доходы от форекс-компаний, тоже должны отчитаться перед налоговой. Гражданам, сдававшим долгосрочную аренду жилье, нужно подсчитать свои доходы. И если их сумма превысла в 2017 году 5 555 рублей, то подать в налоговую орган декларацию. Эту сумму 5 555 рублей нужно взять на заметку и тем, кто получал подарки или деньги не от близких родственников. Декларация представляется любым удобным для гражданина способом. Это может быть и лично представлено, через уполномоченное лицо, по почте, в электронном виде. Подать налоговую декларацию необходимо до 1 марта, а уплатить подоходный налог до 15 мая 2018 года. Дополнительную информацию можно узнать на сайте Министерства по налогам и сборам, а также обратившись в налоговую по месту жительства.